Я поместил в фейсбуке, я провокатор, я осознаю, поместил фотографию твою с Березовским, это когда либеральная Россия там встречалась. Недолгий роман. Да, да, недолгий роман, но главное, когда мы с тобой были на конгрессе в Италии, и там очень хорошую фотографию сделали сверху. С Березовским, а в Берлусконе. Нет, фотографию с Березовским, точка. А когда мы были в Италии, я тебя сфотографировал или нас сфотографировали с Берлусконе, и тоже я поместил, и народ по этому поводу тоже постепался, как следует. Отставка Берлусконе. Я считаю, что он себя ведет очень достойно, очень красиво. Условия принятия необходимых для Италии законов, все эти сопли греческие по поводу пенсионного возраста, значит, пресечь. После этого уйду в отставку, раз я вам не нравлюсь. Вот такой уход в отставку означает, что он быстро придет назад. Потому что вот этот европейский зануда, который вместо него стал политкорректный зануда... Вроде бы экономист. Экономист, да. Значит, ну, долго не выдержит, там надо быть политиком. Вот, я думаю, это очень не надо... А покидают в него немножко дозными кошками, ему это не понравится. Да, да. Так что мы от Берлусконе расстаемся ненадолго. Ну, дай Бог ему здоровья. Да, значит, привет всем, кто ненавидит или не любит богатых и предпринимателей. Это единственные достойные люди у руля власти, которые не набивают себе карманы и ведут очень ответственную политику. И привет также захватил Уолл-стрит, который нам всякие гадости писали. Считаю, что мы теряем... По переговору Уолл-стрита. Теряем большую часть электората, когда отказываемся поуродовать, так сказать, Уолл-стрит. Берлуской. Я совершенно не понимаю, почему Европа так жаждетно от него избавиться. Кстати, кто-то спросил, на каком языке ты с ним разговаривала? На французском. Да. Он, между прочим, очень хорошо владеет французским языком. Среди политиков, очень прожженных и амбивалентных, мало людей, у которых есть четкие убеждения политические. Вот это контингент Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Берлускони из этой же когорты. Он отчетливо правый, он стопроцентный антикоммунист. Есть некоторые претензии к нему в связи с тем, что он цитирует постоянно и пытается быть на него похожим еще одного лидера Италии. Я не хочу его называть. Плохой человек. Это прикол. Прикол, да? Он взошел, как любые фашисты, на корпоративности, на этатизме и на ливизне. Тогда это было модно? Сильвио, это, к сожалению, до сих пор, судя по Бараку Обаме, остается модным. Мода не проходит, неприходящая мода. У него очень низкий рейтинг у Обамы. Так что эта мода уже прошла. Теряет старую. Сильвио для Европы это очень необычная вещь. И он, кстати, оттащил Италию от бездны, оттащил ее от коммунизма, вырвал ее из рук левых. И вот он давал тогда на этой конференции клятву, что он не пустит левых в власти. Он это и сделал. Да, он нам давал клятву. И тогда конференция-то была антикоммунистов Европы. Да, и мы обсуждаем... Он собрал со всей Европы антикоммунистов. Поэтому, кстати, и с экономикой он старался никому ничего не дать. И финансовая политика у него была нормальная. И вообще все свое. Каналы свои, пароходы свои, заводы свои. А что, девицы свои, так видите, за хорошие деньги, он же их не насиловал там в переулке. Девицы довольны, просят еще. Да, так что давайте, как нам советовал возвест... Мне непонятно, а не поясни Европы. Иосиф Виссарионович Сталин завидовать Рокоссовскому Берлусконе, а не преследовать его. Не знаю, по-моему, вот единственный его недостаток, это роман с Путиным. Но, по-моему, это роман был не столько с Путиным, сколько с Газом. Это очень прагматичный роман, да, очень прагматичный роман, и это было всем ясно. А потом, сдается мне, что именно он остановил Путина с его танками за 40 километров от Тбилиси, и Путин именно его послушался. Так что есть основания его благодарить. Официальная версия Саркази. Не послушался бы Путин Саркази, между ним никакой близости никогда не было. Не стал бы он ему прямо звонить, а вот сильно позвонить мог. По-моему, это большая беда и для Европы, которая просто пропадает со своей ливизной. Вот сейчас пожинает последствия. Вот Италия поставит пенсионный возраст на 67 лет, подрежет сейчас ножничками из социалочку, и этот экономист тоже подрежет, потому что уже не умеет деньги делать из воздуха. А напечатать деньги нельзя, это экономист точно знает, что это такое, когда включают печатный станок. Вон, в Испании, чем социалисты занимаются? Все, всех вырывают изо рта, а даром, что называется, социалисты. Откуда возьмешь? Да, используя этот повод, значит, вот тут была какая-то дискуссия по этому поводу. Кто все-таки отцы-основатели демократии в России? Надо честно сказать, это Березовский, при всех недостатках его изворотливости. Это Бусинский и многие-многие другие, кто начал создавать базу демократии, экономики. И то, что достаточно легким способом Путин, используя настроение Охова соотстраненных от власти, так это наша трагедия. Значит, и в следующий раз, когда начнется возрождение России, оно начнется не с этих нищелюбых, удальцовых, там, лимоновых, оно начнется с таких людей, как Берлускони, если будет возможность таким людям существовать в России. Так что это очень серьезный симптом и состояния экономики, и состояния демократии, наличия у власти обеспеченных, сильных, независимых людей. Да, мне непонятно, почему Европа так радуется, рынки взлетают, инвесторы, просто душа у них у праздника. Рынки взлетают, потому что принят пакет. Принят пакет очень жестких мер, на которых настаивал Берлускони, и которые осуществлять, вроде бы, будет следующее правительство. Сможет оно или нет, никому пока не понятно. Но на этой информации взлетели рынки. Италия выживает. Италия, в отличие от Греции, которая, похоже, выходит из зоны евро, Италия остается в зоне евро и выживает в конкурентной борьбе с Германией и Францией. Италия.